В наградном списке администрации Кузнецка на сей раз значилось около 50 фамилий. За праздничными столами свои места заняли сотрудники учреждений образования, здравоохранения, культуры, спасатели, работники коммунальных предприятий, строительных организаций, органов социальной защиты. Все приглашенные были представлены к поощрению руководством трудовых коллективов, не обошли своим вниманием власти и предпринимателей, чей вклад в жизнь города в уходящем году был наиболее заметен. Наиболее весомым на приеме оказалось представительство учителей города, личные достижения которых тесно связаны с успехами их воспитанников. Мои дети заняли призовые места в научно-практических конференциях, и за это им большое спасибо. Ученик лицея номер 21 Филатов Илья ни одного боя еще не проиграл, то есть побеждает на всех соревнованиях областного, регионального и всероссийского уровня. Много талантливых и умных людей в образовании, и сегодня не только малый Толик получил премию, получил благодарность от главы администрации города Кузнецка. Я думаю, что это действительно стимулом для дальнейшей хорошей работы, для новых достижений. Школьная терминология звучала и в выступлении главы администрации, предварявшем церемонию награждения. В целом город и горожане могут поставить, уверенно поставить себе пятерку за прошедший непростой год, потому что задачи, которые мы себе намечали в начале года, мы все до единой выполним. И это говорит о том, что наш коллектив городской жизнеспособен, деятелен, и у нас есть право на будущее. Всего премии главы администрации Кузнецка было удостоено полтора десятка человек. Во второй части приема награды вручались победителям номинаций «Лучший по профессии», «За преданность профессии», «Социально ответственный бизнес», «Служение людям» и «Команда года». Я вам сегодня хочу сказать слова искренней благодарности каждому из вас за то, что вы делали, каждый в своей отрасли. Деятельность ряда награжденных кузнечан отмечена за успешное участие в мероприятиях, посвященных центральному событию уходящего года – празднованию 70-летия победы в Великой Отечественной войне. Мне посчастливилось. Я поучаствовала в конкурсе, в Пензенском областном конкурсе буктрейлеров «Лучшая книга о войне». И моя любимая книга «Бориса Васильева в списках не значилась» оказалась победителем этого конкурса. В ходе приема собравшихся своим вокальным и танцевальным мастерством порадовали кузнецкие артисты.